привет друзья с вами канал про gpn я илья сплинг и сегодня у нас будет интересное видео на мой взгляд это видео про мотоциклетные подушки безопасности а точнее я хотел бы обсудить с вами мото жилеты чем интересны жилеты тем что их можно одевать с любой другой экипировкой то есть если вы вдруг решили что вам необходима подушка вам не нужно менять всю эту экипировку которая у вас есть и просто необходимо докупить жилет раньше подушки безопасности были исключительно прерогативы трека они стоили очень дорого и соответственно для города они вообще особо не годились и поэтому их покупали те кто гоняет по треку сейчас все изменилось цены на жилеты с подушками довольно сильно упали и поэтому все больше людей которых ездит исключительно в городе могут их себе позволить зачем же вообще нужны подушки они защищают лучше чем обычная экипировка но здесь не все так просто смотрите изначально они разрабатывались для того чтобы использоваться на треке на треке есть определенные виды падений в основном это падение со скольжением то есть когда человек падает с мотоцикла перекатывается потом скользит и вот от этого как раз подушки защищает лучше всего кстати говоря насчет защиты большинство производителей подушек безопасности либо жилетов с подушками безопасности никак не рекламентируют то как что и от чего они защищают единственное исключение это компания alpin stars и dns они говорят что их подушка защищает примерно так же как 18 протекторов спины сложенные вместе но на этом на самом деле все заканчивается вообще в принципе любая мото защита также и подушки разрабатываются для того чтобы защищать вас случае скольжения но никак не в случае столкновения с большим неподвижным предметом таким как например автомобиль либо какое-либо дорожное ограждение значит ли это что при обычной городской аварии все это бесполезно нет не значит недавно во франции было проведено исследование в нем было включено 27 реальных дтп которых участвовали мотоциклисты которые ездили с подушками безопасности и в целом было выяснено что подушки безопасности защищают от опасных для жизни травм грудной клетки либо спины на скоростях до практически 50 километров в час с одной стороны что такое 50 километров в час звучит не очень серьезно с другой стороны кинетической энергии тела которая сталкивается с чем-то на 50 километров в час очень велика вероятность травм которые будут несовместимы с жизнью очень велика тоже кстати если вы когда-нибудь видели краш-тесты автомобилей по евронкеп то там столкновение производится примерно на 60 километров в час но и вы видите что обычно происходит с автомобилем даже приобретая экипировку даже самую дорогую классную хорошую надо понимать что при столкновении на высокой скорости ни один комплект экипировки не защитит вас полностью об эффективности подушек безопасности говорит хотя бы то что теперь на moto gp их ввели в обязательное использование если вы интересуетесь мотогонками то вы знаете что не так давно была авария в таиланде который участвовал гонщик марк маркес его спасла подушка безопасности то есть даже если на видео смотришь там всего не видно но вот есть фотографии которые были сделаны во время этого падения и видно как летел пилот он подвергся очень сильным перегрузкам этой перегрузки 26 g на 30 g там уже вообще человеческое тело не выдерживает однако после того как было совершено это падение вы кстати посмотрите во что превратился мотоцикл после совершения этого падения он практически не пострадал это вовсе не значит что подушка защитит в каждом таком падении ему по части крупно повезло в любом случае то где раньше райдеры падали и после этого и могли иметь серьезные травмы теперь они могут отделаться легким испугом и так какие выводы из этого можно сделать во первых подушки отлично работают про скользяках второе это вовсе не значит то что при городских авариях они бесполезны они будут работать но всему есть предел и столкновение на большой скорости это в любом случае столкновение на большой скорости это смягчит удар но дальше все будет зависеть от того насколько вам повезет давайте теперь разберемся какие типы подушек безопасности а именно жилетов с подушками безопасности сейчас существует этих типов на самом деле три первое это процессорные жилеты ну и либо другая экипировка что она включает там много датчиков это датчики положения датчики перегрузки гироскопы gps и собственно процессор собирает информацию со всех этих датчиков анализирует и когда он понимает что контроль потерян на то подушка открывается такая экипировка как правило дороже чем все остальные второй тип это экипировка которая собирает информацию от мотоцикла на мотоцикле просто стоит датчик падения в экипировке стоит радиодатчик и соответственно они связывают друг с другом и когда мотоцикл сообщает что вот теперь у нас дтп тоже лет открывается данный момент есть такая экипировка есть продажи то она не популярна я вообще исходя из основных моделей экипировки которые проглядывал ни одну такую не нашел 3 тип экипировки это механическое включение подушек безопасности то есть шнур который связывает вас с мотоциклом и при резком выдергивание этого шнура соответственно происходит раскрытие подушки эти системы наиболее дешевы и об их особенностях мы поговорим чуть позже как я сказал самом начале этого ролика для того чтобы ездить подушкой безопасности не обязательно менять свою экипировку до достаточно купить жилет и жилеты могут надеваться как под вашу куртку так и на нее насчет того как понять что под вашу куртку можно надеть жилет есть более менее универсальная рекомендация то есть вы застегиваете вашу мото куртку после этого беретесь за него где за грудь отодвигаете от себя если там есть примерно 4 сантиметра то этого должно хватить на то чтобы надеть жилет и в случае его надувания он бы сработал как надо но даже если вы сделаете что-то неправильно и наденете жилет под слишком тесную куртку на всех моделях есть клапан сброса давления для того чтобы в случае открытия если мы достаточно места он не причинил вам травмы некоторые жилеты годятся для того чтобы надевать их на вашу экипировку то есть если допустим а довольно тесная то можно будет надеть поверх сверху например надеваются дани смарт-джекет хиллайт мерлин и hit air я читал разные статьи зарубежные пока готовил этот материал основная статья была как раз от mcm потому что они только недавно провели интересное исследование и они там пообщались с одним из дилеров дайнерс великобритании он говорит что за последние три года выросло количество покупаемых жилетов примерно 1 5 если раньше их покупали как раз только гонщики то сейчас все больше и больше людей покупает их который просто ездит на мотоцикле в городе эти сказал что очень сильно увеличилось количество купленных жилетов как раз после вот этой аварии марка маркеса давайте теперь поговорим о ложных срабатываниях то есть у нас есть две основных системы на самом деле это процессорные и механические и могут ли они сработать если что-то пойдет не так давайте сначала поговорим о самом очевидном про механические жилеты то есть мы забыли отстегнуться от мотоцикла и уходим какой шанс что у нас сейчас он надуется на самом деле шанс невелик большинство механических систем срабатывает где-то от 15 до 30 килограммов усилие там в 25 килограммов довольно велико поэтому шанс случайно активировать подушку минимален вот среди одних из самых популярных сейчас жилетов есть с усилием в 15 килограммов и здесь на самом деле риск уже определенный я думаю присутствует теперь давайте поговорим насчет ложного срабатывания подушек в экипировке которая имеет процессор можно ли идти споткнуться и вот жилет после этого раскроется скорее всего нет по крайней мере вероятность ошибки минимальна mcn решили это испытать надели дониз де армезана 2 и пошли на батут прыгали на батуте собственно жилет не открылся на самом деле процессор анализирует езду на мотоцикле накопилось довольно большое количество данных которое позволяет отличить езду на мотоцикле от любого другого вида деятельности ну и соответственно если жилет видит что кажется вы едете не на мотоцикле то подушка попросту не откроется есть еще один фактор большинство подушек срабатывает на скорости от 25 километров в час большинство правда это не значит что все некоторые модели срабатывают от 0 километров в час аргументируя тем что они защищают мотоциклисты от наезда сзади то есть допустим если вы стоите на мотоцикле на светофоре вас сзади кто-то врезается то в этом случае такой жилет сработает теперь давайте поговорим если вообще какой-то стандарт защиты на данный момент а данный момент такой стандарт есть однако он не обязательно стандарт этот называется е н 1621-4 обозначается он также как и у других протекторов это и си и собственно пишется обычно на бирочки то есть если вы хотите можете посмотреть этот стандарт устанавливает минимальные рамки времени открытия подушки покрытие тела и уровня защиты разрабатывался он кстати для механических подушек поэтому здесь вообще не все однозначно но некоторые производители все равно сертифицируются по нему для того чтобы у вас было представление о том что минимальным требованием данные изделия удовлетворяет кстати говоря насчет эффективности подушек не удалось найти какие-то много отзывов про городское применение однако mcn поговорили с человеком который купил себе подушку после того как он много раз падал на треке соответственно он упал с этой подушкой четыре раза из этих четырех раз три раза она раскрылась один раз нет не раскрылась она тогда когда он был уже очень близко к земле и видимо датчик не понял что произошло падение он описывал это так то есть ты падаешь ты вообще не обращаешь внимание на то что открывается у тебя какая-то подушка но потом скользишь и видишь что тебе довольно мягко да и ты там не получаешь травм все было довольно окей кроме одного случая он упал на скорости 120 миль в час это практически 200 километров в час и в числе прочих травм которые он получил при падении он летел через голову ударился головой отключился на 40 минут но кроме того что он отключился других травм у него не было целом это практически вся информация которую мне удалось собрать с точки зрения использования подушек их эффективности покупать такое или нет каждый решает сам но в случае классических скользяков и столкновений в городе на не самых высоких скоростях это сильно повысит ваши шансы на отсутствие травм или если не на отсутствие то по крайней мере на их смягчение теперь давайте сделаем краткий обзор тех жилетов которые продают в данный момент на рынке является популярными и не очень старыми потому что процессоры все время совершенствуются и делать обзор на старые модели ну сейчас на мой взгляд просто не актуально потому что стоит даже старые модели довольно дорого так вот я выбрал 6 жилетов они довольно популярные на какие-то больше отзывов на какие-то меньше я старался посмотреть отзывы реальных пользователей на популярных сайтах магазинов ну и собственно давайте вам сейчас расскажу первый жилет он один из самых популярных судя по количеству покупок я смотрел на все мото и на ревзили в основном потому что и там и там много отзывов можно увидеть цену жилет это exxon а x403 в чем его преимущество он стоит довольно дешево он стоит 28 тысяч рублей оценку на и все мото по 49 отзывом получил 4 из 5 большинство минусов этого жилета были потому что у него есть платная подписка вы можете купить его целиком но тогда стоимость будет сразу на 400 фунтов дороже это много но есть либо месячная подписка 12 фунтов в месяц либо годовая это 120 фунтов в год поэтому вот сразу вас предупреждаю про этот жилет потому что многие этого не заметили при покупке и соответственно после этого там были отзывы там с единичками типа из разряда что за разводил так вот теперь его характеристиках во-первых это процессорный жилет во вторых он защищает грудь ключицу и спину у него есть также два режима работы это либо улица либо трек батареи хватает примерно на 20 числов а в случае срабатывания жилета его можно перезарядить самому дома стоимость такой перезарядки составит приблизительно 90 фунтов ну и собственно а минусы которые мне удалось вычитать из отзывов об этом жилете первую очередь это как раз подписка многие переживают за свои персональные данные также там есть падение high side и low side и за них нужно доплачивать кто-то писал что нужно доплачивать только в городе еще и вел отзыв что нужно доплачивать также еще и на race mode и его нельзя использовать с трековыми комбинезонами за исключение трекового комбинезона от exxon перейдем к следующему жилету это жилет очень недорогой это merlin universal airbag и стоит он всего 300 долларов на ревзилле правда с 40 процентной скидкой которые там сейчас есть оценка там стоит 5 из 5 но правда у жилета всего лишь три отзыва никаких минусов там не написано вообще это механический жилет с силой срабатывания 15 килограммов поэтому будьте аккуратны когда встаете с мотоцикла случае срабатывания он будет защищать вашу спину копчик и шею а также можно довольно дешево по сравнению со всеми остальными жилетами перезарядить самому перезарядка будет стоить вам приблизительно 40 фунтов в целом это очень недорогой жилет да пусть механический но реально очень недорогой но зона покрытия спина копчик шея ну скажем она не самая большая и у топовых жилетов она конечно может быть гораздо больше следующий жилет это denis jacket the air он стоит уже значительно больше это 700 долларов оценка у него на резине четыре с половиной из пяти по 11 отзывам случае срабатывания он защитит вашу грудь ключицы и спины копчика здесь к сожалению нету он подходит для использования исключительно на городских улицах для трек он не подходит жилет тоже является процессорным батареи должно хватать на 26 часов непрерывного использования случае если он сработает то заправить его дома невозможно это возможность делать только у дилера по цене в 219 фунтов минусов на самом деле никто не писал кроме одного человека и он написал что он довольно громоздки по сравнению с alpin star stack air и о том что если его нужно переводить в режим хранения видимо чтобы не разряжалась батареи я точно не знаю это делается через компьютеры вот он очень на это сетовал и поставил ему низкую оценку остальные оценки были пятерки следующий жилет он очень интересный с точки зрения своей цены это хилает тёртл 2 это механический жилет и его стоимость стоя всем это всего лишь 35 тысяч рублей у него по сравнению со всеми остальными очень широкое покрытие подушкой вашего тела он закрывает случае срабатывания грудь спину плечи верх рук бока и ключицы его можно очень дешево перезарядить самому перезарядка самого будет стоить всего лишь 19 фунтов также у него есть два режима использования это улица либо трек на мой взгляд учитывая его цену покрытие и так далее это просто замечательно него 15 отзывов на ревзили и все отзывы исключительно пятерки из минусов был указан только один в отзывах о том что жилет сильно большимерит если вы его заказываете то видимо надо покупать на размер меньше следующий жилет про который хочу рассказать это абсолютная новинка к сожалению отзывов на него пока нет потому что он еще не поступил в продажу должен появиться в течение одного месяца сейчас если что у нас первое мая 2020 года этот жилет alpin stars tec air 5 это процессорный жилет на самый свежий в линейке alpin stars в данный момент на него стоит цена на fc moto в 43 тысячи рублей надеюсь что к моменту его появления она не изменится на ревзили этот же жилет стоит данный момент 700 долларов он процессорный подходит исключительно для городского использования в случае аварии он защитить вашу грудь спину шею плечи и ключицы это хорошее покрытие срабатывает он кстати от 0 километров в час это то о чем я говорил если вы будете стоять на светофоре и вас врежется автомобиль непрерывной работы от аккумулятора должно хватать на 30 часов но есть один большой минус в случае аварии его вообще нельзя перезарядить но его можно поменять у дилера за 300 фунтов что чуть меньше чем половина его цены последний более менее популярный жилет который мне удалось найти это held air 2 правда немцы которые его производят вообще не удосужились написать его нормальные технические характеристики поэтому половину из них я узнал из его описания половина из видео которое выложено у них на сайте механический жилет но он при этом довольно дорогой он стоит 49 тысяч рублей на fc moto в данный момент там всего лишь два отзыва видимо но не многие хотят покупать механические жилеты за такие деньги правда об отзывы пятерки защищает он копчик спину ребра и опционально может защитить грудь его можно перезарядить дома понятия не имея за какую цену потому что это тоже не было указано и его нельзя надевать с гоночным комбинезоном я думаю это все популярные современные модели жилетов я не рассматривал те жилеты которые годятся только для трекового использования я думаю люди которые ездят по треку на мотоциклах и так как-нибудь без меня разберутся надеюсь что этот материал был вам полезен безопасного вам сезона с вами был я ли асплин до новых встреч